господа это значит повестку на собрание значит командира нашим отцам командиром среди старых существующих проблем и новых появившихся существует проблем которые появились я хочу выделить сейчас на данный момент на более самое актуально по моему по моему мнению это значит интересность игр тирга то есть люди короче в них стадии стало интересно играть я уже говорю по себе и по разговорам других людей то есть уже даже я как фанатик этой игры то есть мне по хочу играть когда и где-то так далее кроме конечно кобова бля уже мне не интересно в них играть скажем раньше что-то ждал выходных там блять наконец-то там вот зерга все проспились сейчас что-то мне даже этого ощущения то есть но с этим надо сейчас то есть эту проблему нужно ее решить это одна из актуальных по моему мнению серьезнейших проблем на данный момент есть еще дохуя с никаких разных все сразу не обговоришь если будут собрание частенько собираться чтобы это обсуждать раз хотя бы в две недельки это будет продуктивно вот проблемки выявляться решаться напоминаем напоминаться постоянно людям которые компетентны в решении этих проблем и так далее ну ладно сейчас самое главное что неинтересность игр тирга ну заключается на во многих вещах в частности одно из них это играние в одну и ту же миссию в одни и те же миссии постоянно то есть отсутствие других разных миссий тоже штурм это деревне я уже не помню как называется это блять американцы штурм этого русских этих ну это она там откровенно ну заебала всех нахуй я не спорю что это миссия в свое время она была нужна она свое дело сделано но если ее ставить постоянно постоянно это блять он уже заебет реально заебет значит как и значит как решить эту проблему значит сейчас я вам объясню расскажу как я говорил раньше когда было мое второе пришествие когда там говорил что миссии можно сделать намного миллиона и их не надо делать за вас за всех их сделали тушенцы то есть другой проект поскольку у нас сейчас появилась сиват он там уроки там делает он не активен соник прекратил свою мамерскую деятельность поэтому причина об этом указал я их всех понимаю никого вообще не обвиняют принципе это что случилось то случилось так скажем в в дефиците картоделах и в общем дефиците кадров которые занимаются маппингом строить новые карты что нужно сделать нужно применить деревянный способ и девася блять урала сейчас я объясню в чем причина значит сейчас вроде маппингом занялся твг я думаю что надеюсь я ему хочу пожелать чтобы он это делал не бросал не бомбил и чтобы он не газовала развивался в этом делом и так скажем на нем удержаться все траги в основном то есть я со своими тупыми мозгами чем смогут им тоже помогу там блять я и я меня знание там пиздец конечно но мне и знание одно это блять железобетонное благодаря которым мы сможем наделать миссии кучу просто кучу блять сейчас я объясню в четыре раза четыре раза играется в неделю до пятница в пятницу две миссии суббота две миссии четыре новые карты в раз в неделю мы можем поставлять с твг можем даже по очереди одну неделю он дело другой я не хоть делать вообще будут разные острова разные задачи блять все будет склоняться к одному это мужу к корню всех миссий класть позвоночнику это одна в обороне одна в атаке то есть и так далее помимо еще будет есть может быть будут будут возникать какие-то авторские миссии там допустим ионы еще может кто-то там подключиться к этому вопросу научиться покажется ну кто-то там попробовать свои силы в картостроении но это все в будущем допустим сейчас нужно что сделать повысить интерес трг как это сделать нужно залить много миссии разных абсолютно чтобы разные города штурмовались разные острова плюс еще у нас добавили сейчас зимний картер зимней эти блять но это это еще плюсом блять можно еще и зимние карты играть значит как сделать блять карты наху я сейчас объясню вот я скачал тушинскую сгшку 1 попавшийся flash называется все что нам нужно это ее открыть это деревянный копипастный стандартный способ который используется на тушке у всех 90 процентов карта делов они так и делают у него заготовлены свои шаблончики не все это открывает свои свои формы вставляет все пиздец там это все это дело редактируется элементарно блять я пообщался уже очень давно с карта делами блять карта миссии делается блять для них там за два часа у нас это будет чуть подольше причем примеру я так скажу но у них там не конечно есть про какие-то карты какие-то начинают делаются с нуля ну такие тоже там абсолютно новые задачки плюс компании компании сейчас идут у них мы из компании одни за одной поэтому они тоже стандартно копипастится просто меняется острова форма и пиздец вся хуйня то есть в частности что надо сделать это блять надо спиздить тушина миссии все надо ее открыть сг она на сто на сто человек все мы лишние просто нахуй отсюда удаляем блять то есть в атаке остается ну примерно там 20 человек в атаке у нас 20 в обороне но я сейчас образно говорю все осталось 20 человек в атаке блять в обороне мы блять убираем блять редактируем под свое количество людей оставляем 20 нахуй все миссия может сказать готова единственное что нужно сделать триггер очки убрать количество по потерям наши потому что у них там много у нас как это пока негласно заведено до одного человека то есть два чему будет один поле не воин звук у нас мало это в принципе нормально но я так ну здесь двухзон очка как бы дизон захватить допустим это шаблон двухзонки почему нет это вторую зону можно поближе передвинуть чтобы далеко не 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 рассоси силы не распространять вот эту зону заходите эту зону здесь тоже самое условия активации ну понятно да условия активации изменить под свои маленечко все 20 человек в атаке 20 в обороне тушинская погода тушинская шмотки тушинские все тушинская то есть сюда пододвинуть ближе атакующих какие-то спецназовские там опять человек блять все миссия готова сохраняем ее заходим блять в элементарно нахуй все файлы редактируем брифинг там не ну не 90 человек а 20 чтобы если если вдруг кто-то будет его читать здесь маркера указаны маркера все указано блять брифинге здесь шмотки хочешь вот можно форму поменять можно пушки поменять и в миссии изменить название не тушно трг блять и название миссии вот так вот и автора автор будет пусть такой все сохраняем все это дело миссия готова все миссия готова можно будет потом этот файл миссионс который сохранил закинуть в эту папку который блять этот клэш блять ну папку изменить короче вставить свою миссию перезаписать пиздец все миссия готова то есть буквально был ну за за час за полтора с умом блять можно подредактировать будет миссия готова этих миссий там блять триллион нахуй что мейсовых что сгшных да пизды с разными задачами не только двухсторонних зоночек есть стандартная зона оборонять если оборонять высотки блять то есть вот эту гору там она вся в окопах там уже даже базы все построены то есть элементарно нужно просто подредактировать под свои слоты под свое количество слотов убрать там что-то там и бога то что принципе нам пока не нужно все сохраняется все это там брифинг отправиться чуть-чуть по количеству слотов главное триггера под себя изменить ну партия слой по победы и проигрыша все миссии готова 4 4 миссии в неделю если твг тоже поможет блять по 4 миссии в неделю для чтобы играть каждую твг в новую миссию мы вам сможем это обеспечить нехуй его вообще мы заполоним блять за короткий промежуток времени грубо говоря не напрягаясь за неделю за 2 за 3 заполоним сервер новыми миссиями абсолютно потом их мужа также редактировать заебал сыграли четыре раза допустим этой миссии два раза в атаке два раза в броне посетила каждая сторона так заебал этот город надо новый рельеф давай будем охранять за добре на блять для дорожной или чё это все все сюда передвинули просто передвинули расставили все блять расставили бункера где надо здесь бункер блять здесь дом нахуй тут бункер тут бункер блять все пиздец у обороны блять в смысле ну в обороны все сделали атаку блять передвинули сюда там блять сюда нахуй все уже самое задачи остались те же новый рельеф новая местность новый город как будто новая миссия вы хуй найдете разницу все блять опять сохранили вы миссия номер два блять нехуй делать потом сами можете сюда но я попозже скажу заебал этот остров выделяете все control c блять открывайте любой вот она в нахуй и станут долго открываться открывайте новый остров блять такистан я примеру это все пример control в блять все все сюда скопировалась нахуй опять заставай фирузоват будем охранять все передвинули добавили свои постройки блять всю эту требуху блять на место воткнули там или так расставили но что-то своего надо будет добавить эти мешки с песком так это проявить какую-то эту самую блять творчество свою проявить в этом плане все в этих суда блять на дорогу ну как бы чтобы они там в доме не респанулись этих суда этих блять тоже на дорогу блять все бункер на суда бункер сюда блять миссия готова то же самое атаки блять респ здесь респ здесь ну к примеру если там в два или один все миссию готова я не говорю то что делать модули на рандомные респа это все тяжелые игры у кого у нас сейчас мозгов не хватает таких ну если смогут там мощный картодел в этом плане помочь или кому-то там еще кто там захочет участвовать все пока можно делать так деревянным способом то есть из одной миссии может делать кучу разных миссий блять это не не учитывая то что можно менять свою форму просто там одну строчку менять менять вооружение нужно чуть потяжелее или что-то добавить там танчик добавил вертолет добавил такой все пилота посадил шмотки тоже такое уже более сложное редактирование скажем миссии все сохранил блять опять этот файл миссию свою сохраненную блять я закрыл да ну въебал тоже поменял название блять опять под свой поменял брифинг там если указан остров черножопия написано блять поменял таки сам блять все пиздец ну вишек западу одессы электрозаводской одессы написал фируза бат блять все пиздец нахуй брифинг готов но я так образно там чуть-чуть надо все равно будет полазить детектировать все пизда нахуй та же самая задача двухзоночка блять на новом острове и вот этих карт я могу вам накачать там пиздец с разными задачами не только двухзонка там обычный текст трехсторонки там есть там всякие есть это значит по поводу решения проблем неинтересно с изгонять эти же миссии все здесь надо только что только что товарищи командиры отцы там наши эти командиры палки в колеса не вставляли и люди которые значит у которых есть способность были заливать миссии допустим в четверг в строй день четверг заливание миссии что пятницу их ну там или в среду что в пятницу их можно было протестить вот такой в день выбрать такой чтобы можно было надо вообще то есть они рабочие здесь просто надо уменьшить слоты и подредактировать письменные файлы все нахуй вообще тысячи для них так будут работать это все все что касается улучшению качества и интересности игры заполонить сервер вот такими миссиями блять за вас тушина все сделала здесь надо будет просто блять подогнать под наши слоты подогнать условия победы под наши потери до одного человека или до двух там все у нас слишком мало пока все пиздец миссии готовы по четыре миссии еще раз говорю в неделю для каждых новых трг в пятницу субботу мы можем делать на пару нахуй нехуй делать две он две я или по очереди четыре он неделю четыре ну как там мы с ним можем договориться в принципе нехуй делать это что касается значит заполонить запола на то есть заполонять короче добавление новых миссий новых заданий на наши игры трг с новыми рельефами с новыми островами с новыми задачами так далее тогда уже будет интереснее играть не в одно и то же а миссии появится дохуя еще об говорил уже полгода назад об этой об этой системе блять нехуй делать это первое второе по улучшению качества и интересности игры вот смотрите на то что сейчас запускается уже запустили экспериментальные какие-то игры из г с тремя ротами там они на двух серверах одновременно играют я честно говоря не вникал там написано про это мало доступа меня нету блять к этим вещам я хотел сходить на расскажу посмотрю все как как это реализовано но тем не менее что-то они уже новый придумают почему давайте мы тоже сделаем новое базара нет никому-то это не понравится скажет у кого-то консерва блять заиграть то есть консерватизм блять ну надо что-то делать в в этом геймплее это значит первое смотрите что добавлять технику и вооружение согласно тем вещам которые у нас есть у нас есть специализация снайпер там сапер танкист блять вертолетчик на каждую миссию хотя бы через одно то есть одну играем нормально вторая должна уже такая быть модернизирована с техникой всеми вещами которые у нас по специализации дописано есть то есть у нас допустим вот есть снайперат а ну вот я не знаю тамтун опять за вернулся играет или как он продолжит снайперскую деятельность будет играть или я пока не знаю допустим если он будет или вообще кто-то допустим есть кто хочет за снайперов играть давайте им два слота снайпера именно снайперскую пару один снайпер с хорошей винтовкой второй блять его на этот наочек там с этими кастрелами с хуелами блять то есть добавлять его пусть пусть учатся базара нет их может быть некому учить они поиграют по промахиваются потом вот его заебет хорошего снайпера пойдет на полигон будет отрабатывать обучаться сам блять в итоге он вырастет за несколько месяцев там вырастет до хорошего стрелка и будет знать их занимать позиции как маскироваться как блять стрелять кого стрелять первую очередь там ну и все эти все тут пиздятину блять снайперскую и так далее потом саперы у нас вот шон он блять саперщик нахуй он всех там обучал нахуй пять раз а мин то нету блять добавлять мин блять по 15-20 этих нажимных противопереводных мин единственное что надо сделать чтобы чтобы блять парадокса не было вот такую хуйню делать на триггер вот в радиусе в синем этом минирует нельзя минирует на периферии пусть минные заграждительные поля оставят в этом городе 20 минному хватит чтобы загородить этот или здесь высотку заминировать то есть какая-то пехота пойдет кто-то взорвется блять поймет что здесь минное поле выйдет назад по своим следам либо блять продолжит движение и умрет ну как у нас было на мои следы наверное помните то есть в этом ничего это тут это там третье танкисты то же самое если у нас есть экипаж блять который хочет взаимодействовать между собой механик водитель или стрелок давайте им танк нахуй в атаку или в ворону если в атаке есть танк сразу нужен контур пиперсон танк то есть взять дать птуру с двумя выстрелами или с одним блять лучше с двумя чтобы если первый промах был второй был блять возможно то есть тут и вы так далее и тому подобное здесь будет еще процесс обучения идти то есть если это танк где-то встал на горе и его люди будут ставить птуры обучаться ставить на нормальные позиции стрелять их, им управлять, потому что блять очень танк будет также учиться все от них взаимодействовать с пехотой то есть они просто залезть на тушке на горку ее будут подстреливать триггер он где-то позиğı будет там по указаний командира в замcar куда стрелять как быть дом снести блять они пометят дымом там какая-нибудь он этот дым расстреляет патина дальше то есть взаимодействовать пехоты пехотом после взаимодействий танков во-первых научиться его охранять потому что в этом будет бегать люди которые будут пытаться вывезть гранатомета и так далее. Будет процесс идти обучение. Во-первых, по всему... Плюс... Помимо обучения, еще будет интересность. Будет уже интересно. Не будет просто там чувак с автомата стрелять напротив. Уже будет танк. Танк стрельнул, пять человек подохло, блядь, все. Люди не умеют прятаться от танка. Десять раз подохнут, потом уже будут бегать, будут прятаться нормально, блядь. Не кучей нахуй, а сразу просто пуху. То есть командир будет соответствующий задавать команды. Люди уже не будут смотреть, стоять на него в бинокле, какой красивый танк, блядь, чтобы получить въебало все снаряды нахуй и так далее. Все это будет постигаться и повышаться и скилл, и уровень всех. Всех. И пехоты, и противника, и танка, и экипажа, и, блядь, командира, который этим танком управляет и так далее и тому подобное. В этом ничего страшного нет, никакой каши там не будет, блядь. Это, поверьте, блядь, на слово нахуй. Все будет нормально, все будет чики-пуки, блядь. А также минные поля, блядь. Шонон там всем объяснял, какие виды мин, куда ставятся, какие хитрости применяются, как разминировать и так далее, блядь. Мин нет, никто не применяет. Давайте давать мины, нахуй. 5 против танков, 20 против пехотных, там, или 30. Два сапера пусть бегают, нахуй, минируют, блядь. И так далее. Пехота будет вычислять где-то минные поля после первого взрыва, блядь. Они как, они не будут продолжать движение по этому минному полю, как у нас там было на ТРГшке, блядь. Вся пехота, блядь, на минном полю, на минных взорвалась, нахуй. Один человек зашел. Соник, и так далее, и так далее, и так подобное. Если летчик, дайте им вертолет. Ну пусть сначала будет какой-то вертолет с миниганами, или разведывательный, который с теплачком в сервер будет летать и давать указания там своей пехоте, то есть взаимодействовать пехотой, говорить, где здесь враг, где не враг, там, или, блядь, просто разведывательный. Потом уже боевые или сразу боевые давать. То есть обороне дайте ПЗРК, блядь, чтобы они учились ПЗРК этим пользоваться и стрелять. Там же сейчас надо батарейку вставить, что-то охладить, навестись на прицел, у тебя все удается ровно, по-моему, там, 30 секунд или 60, потом все, батарейка садится, ты стрелять с нее не можешь. Ты можешь эту трубу взять и выкинуть, даже если она с боеприпасом. То есть нужно выдавать такой момент, когда он будет не на ловушках и так далее, стрелять. И летчик научится на ловушках летать, спрятаться там от этих ПЗРКшников, блядь. Работать он не как на тушке, блядь. У вас мысль, дай вертолет, пиздец, он тут все разъебет. Он не должен лететь и месить сразу триггер, блядь. Это поддержка пехоты или техники воздушной, то есть наступает, обнаружился здесь какой-то наблюдатель или какая-то группа этих, вертолет полетел, отработал, блядь. Пехота не отреагировала, что на них вертолет летит. Затупила, все погибло. В следующий раз она отреагирует, сразу спрятится за камешек, убежит или что-то далее. Он просто так по этому отработал. Естественно, когда подошли уже пехоты к городу, надо отработать западную часть, там, бункерочек. Вертолет отработал. Это на тушке они прилетают, пехота еще, блядь, вот здесь нахуй он прилетает, начинает месить нахуй все. Убивает одного человека и сам умирает. Нет, тут будет опять обучение, взаимодействие. Летчик будет учиться летать, стрелок будет на нем учиться стрелять, блядь, на этом вертолете нахуй. С птуров там танки выжигать, там, бункер в бункер, птуры пускать вот еще. Плюс работать по не по меткам, а по координатам, ну, как сказать-то по, там, допустим, бункер северней дороги, блядь, там, сука, возле деревьев там, по описанию, то есть, понимаете. Почему не по меткам? Потому что следующий шаг, который мы должны сделать одновременно с этим всем, это уйти от меток нахуй. Метки, они стопорят нашу радиоигру, наши радиопереговоры, поэтому, блядь, у нас радиопереговоры опять... А радиопереговоры это 30-40% атмосферы. Как вы будете общаться, блядь, так вы будете чувствовать себя реально в атмосфере боя, нахуй, на войне и так далее, блядь. Радиоигра должна присутствовать. То есть, если не будет меток, смысл в чем-то, что вначале на брифинге командир стоит метки, кто куда идет, примерно какой-то план обрисует, все. Больше метки никто не ставит, дальше исключительно по, либо, блядь, по этим цифрам, но не на всех картах эти цифры есть, либо по... Но я на высоте, там, 23-51, северний, ферузабада, все понятно, метка нахуй не нужна. То есть, идет запрос от командира или, там, запрос от пехоты, типа, мне нужно ударить фалар, там, северная часть, выше перекрестка, дом как-то стоит. Все, вертолет полетел, и вот работал, там, все, кто там был, похоронили. То есть, будет радиообщение, радиоигра, радиопереговоры, атмосферик повысится. Вот эти все вещи, которые я сейчас назвал, их нужно сделать прямо вот, не обсирать, не обсуждать, не искать какие-то там причины, которые возможны, невозможны, потому что надо взять и сделать. Это все реализуемо и сделано. Единственное, что сейчас надо, чтобы четко заливались миссии оперативно, чтобы не ждали, бля, по две недели, нахуй. То есть, люди, у которых там есть эти способности заливать миссии, вот кибер, да, по-моему, далее, если ошибаюсь, кибер же не картодел, опять палки в колес вставляют. Зачем, бля, человека, который вообще не относится к картам? То есть, через кого-то? Картодел должен сделать карту, тут же залил ее, блядь, тут же протестил, блядь. Ну, грубо говоря, позвал двух человек, протестили там триггер, как срабатывать и так далее. Какие-то вещи. Ну, ладно, у нас пока картоделов нету, блядь, допустим, через кибер или через Фредди, там, через Вала, не знаю, кто там, у кого есть такая способность. Чтобы это быстро, оперативно заливалось и игралось, и начали играть реально нормально. То есть, с теми вещами, которые у нас написаны в специализациях, то есть, кто-то, может, захочет потом снайпером быть или летчиком и так далее. Ну, допустим, не каждую миссию, а через одну пока. Потом можно в каждую добавлять. Когда увидят, что никакого мяса, нахуй, не будет, когда начнут люди прятаться от АГС, от танка прятаться, грамотно, блядь, съебываться там и в окошко не светиться, на танк не смотреть, блядь. Что у нас во второй армии были причины какие-то, блядь. Вижу лавку, где, дай посмотреть. Она, бум, нахуй, за километр, теперь с теплака, блядь, и снимает. Кто-то должен помнить этот момент, блядь. Когда он с КСФК, блядь, с Барета по БМПшку пробивал, блядь. Когда у нас полотделение, блядь, в Брэдле стоит, блядь, или там БМП, не помню, что-то с теплаком. Там, там, на зиму, там, допустим, 20 на горе. Да, где, 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 где? На, нахуй, все, пизда. Опять человек отлетело. Нехуй смотреть, то есть. Все это будет, будут учиться выживать, будут учиться выбивать ее, охотиться на нее и так далее, блядь. Будет взаимодействие с техникой и пехотой. Пусть у нас мало, ничего в этом страшного нет. По одному танчику на сторону дать или, блядь, или что-то там по БМП какому-то. То есть тренировать экипаж, тренировать летчиков, тренировать снайперов и саперов. Ну и командиров, соответственно, там, блядь. Как они будут действовать, чтобы у них появятся новые моменты, блядь. Что нужно будет обходить танк или как-то там пытаться его, блядь, выцепить. Что-то еще не просто там ввести от пункта А до пункта Б и сказать здесь файл клин, блядь, и умереть нахуй. Уже будет какое-то разнообразие и так далее. Вот это все нужно сейчас просто взять и реализовать уже на следующих торгах. Не на этих, на этих не успеем, а на следующих. То есть за неделю подготовить 4 карты, отредактировать по-своему, блядь, залить их на сервак нахуй и просто отыграть следующие. Это уже с теми изменениями, которые я предложил. Вначале это будет неудобно, шимиток нет, будет туда психовать. Через 2-3 раза уже будет похуй на эти метки, уже будет общаться голосом, нормально. Искать на карте друг друга, то есть по каким-то этим указаниям. Чем научитесь четче говорить, эти ориентиры на карте, где находишься, где враг находится и так далее. Вот, у меня все. Это пока основная причина, самая важная, которую я сейчас увидел на всем происходящем. Ну, а о других можно уже говорить в следующем собрании, потому что слишком много всего. Всем спасибо. Продолжение следует...